С вами я Азамат Умаров и посмотрите, какие гости у нас сегодня. Точнее, я у них в гостях сегодня. Шамиль Кизлярский или как там Шамиль вообще? После этого хайпа. Просто Кизлярский. Просто Кизлярский Шама. Я так и записал, брат, я в телефоне. Такой же Шама, который был неделю назад. Это я понял, честно говоря, я в этом убедился сейчас, да. Вообще, до начала этого интервью, до начала всей этой поездки, да, ко мне обращались люди, там звонки были, увидели видео мое с Шамилем. И были звонки по поводу того, что не мог бы я дать контакт с Шамиля, там не могли бы мы встретиться по поводу рекламы, там и так далее. И я, честно сказать, Шамиль, знаешь, как я отреагировал на это на все. Я говорю, дайте, увижу Шамиля после Москвы. В том плане, то, что каким этот человек сейчас стал. Я, честно говоря, брат, очередной раз убедился, что абсолютно ты не поменялся, брат, и не меняйся дальше. Никогда, брат. Это очень хорошее качество, оставаться всегда таким, каким ты был, есть и будешь. Конечно, конечно, брат. Шамиль, пару вопросов, да, хотел тебе задать. Конечно, я отвечу. Как вообще, брат, поменялась твоя жизнь после того интервью, которое было в последнем вашем матче, игре между МЖС Кизляр и Пинджаб? Если честно, брат, очень сильно поменялась жизнь. То есть, такая сейчас вокруг меня обстановка, очень приятная. Да, немного, как бы, начал меньше спать там. И, ну, очень большое внимание со всех городов, со всех стран. Очень сильная поддержка для нас сейчас. Очень много людей сейчас за нас болеют, переживают. И это не передать словами, если честно. Очень приятно же есть вот эти люди, которые с Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, все со всех городов, Ингушетия, Кабарния, Валкари, все, короче, за нас переживают. Все сегодня будут за нас болеть тоже. Мы сегодня играем 12-20 против Югуса. И не могу даже передать это словами. Очень приятно, брат, если честно. Так очень приятно же есть то, что есть люди, которые за нас переживают. Сейчас нам начали помогать тоже люди. Купили нам формы, все для нас делают. Очень приятно, брат. Не знаю, что еще сказать. Не передать словами просто это все. Когда, Шамиль, ты понял для себя, что ты стал знаменитым? В какую минуту, в какой момент после этого интервью? Я, если честно, вообще ничего не понял. Я приехал домой, я немного стеснялся. Я никогда не был в эфирах, никогда старался. Ну, не медийный человек. Я просил людей удалить это видео. Ну, она разлетелась как вирус. На следующий день я просыпаюсь, я у Савы смотрю. Он опубликовал меня, отметил меня. И тогда начали люди подписываться. Но я еще не понимал, что это хайп или еще что-то. И люди начали подписываться. И поступило очень много звонков здесь. Очень много звонил журналистов, людей. Много кто звонил, очень много. Да, я сейчас даже не вспомню. И потом уже позвонил мне Россия 24. Потом по новостям показывали по России 24. Потом позвонили мне с Матч ТВ. Пригласили туда, я уже полетел туда. Но после Матч ТВ я уже понял все. Ну, испанская Ла Лига тебя добила, да? Да, испанская Ла Лига меня вообще добила. Я вообще не ожидал про себя увидеть. Просто я вышел с Матч ТВ и понеслось все. Вот тогда я понял, что все уже. Хайп пошел уже. Вот тогда я все ощутил. Именно после Матч ТВ. Расскажи, Шамиль, пожалуйста, о поездке твоей в Москву. Ну, и как я понял, она была связана с приглашением на Матч ТВ. Да, я увиделся очень с многими людьми, медийными такими людьми. И футболистами увиделся, и Собчак даже увиделся. Мы на ее канале сняли такой небольшой, как бы, скажем, фильм, который, ну, 50 минут он уйдет у нас, он должен скоро на YouTube-канале выйти. И, честно говоря, очень хорошо нас там приняли, встретили, все сделали для нас. Увиделся очень с многими людьми. Сейчас собираюсь, может, буквально через неделю-две недели опять полететь в Москву. Там есть приглашение. Люди хотят увидеться, поближе познакомиться. Вот так, короче. А в футбольном плане, Шамиль, вот тебе ты долго отсутствовал. Там, как бы, эфиры я все твое наблюдал за всеми твоими эфирами, за всеми твоими сообщениями, там, то, что ты отправлял. А вот в футбольном плане, Шамиль, в Москве где ты побывал, кого ты видел там? Тебя очень долгое время ты отсутствовал. Да, я побывал в «Спартаке», занимался с Тарасовым, Димой, футболистом, который был «Локомотивом». С ними у нас были тренировки. Что-то ты для себя взял? Если честно, да, взял. То, что я смотрел, наблюдал за их тренировкой. Я даже сам не тренировался. Амара Магамед мой игрок занимался, а я старался наблюдать, что они делают, так они двигаются, какие у них упражнения, на что дают они акцент. То есть я до этого и пошел туда наблюдать со стороны. И, конечно, какой-то опыт мы по-любому оттуда взяли. Единственное одно, то, что у нас большой, простой, мы одну тренировку сделали за это все время. И Амара Магамед не тренировался, буквально там. Он находился вместе с тобой, правильно? Он всю дорогу находился вместе со мной, не отходил. Если я не ошибаюсь, вы прилетели только вчера, получается? Да, мы прилетели вчера, где-то полдевятого. Мы прилетели, мы не играли вообще в футбол, только один день потренировали в «Спартаке». У нас просто было очень много встреч, загруженная была неделя. Мы там, виделись тут, виделись с людьми разными. И вообще, можно сказать, и команда без меня очень долгое время была. Из-за этого, я надеюсь, это не скажется сегодня на игре. Потому что я не видел, как бы, игроков давно, почти 10 дней я не видел команду. И вот прилетел только из-за команды. У меня была еще встреча кое-каким человеком. И даже, ну, как я знаю, для меня команда, это как моя семья, они смогли прилететь в жизнь. Я все сделаю, я все брошу, но я буду рядом с ними. Хоть на брулки, душой и сердцем валить за свою команду. Я смотрел твой эфир на Матч ТВ. Ты говорил о финансовой стороне вопроса. Есть ли изменения какие-то после всей этой ситуации, да? Или же все так же и осталось? Нет, изменения есть. Положительные они? Положительные, положительные. Но эти изменения не дал мне Дагестан. Эти изменения пришли на новые месяцы. Не связаны с руководством даже? Нет, с руководством не связаны. Это только изменения получилась с Москвой. Есть люди, очень многие поддерживают. Русские ребята, они стараются помогать, там, что-то скитывают на команду. Ну, вот так полноценные. Кстати, я его перебью, я заметил у вас новую форму. Это, наверное, футбол-мания. Сергей есть. Он сейчас улетел. Он очень сильно за нас переживает. Этот человек очень много он вложил в нас. Он купил полностью экипировку. С ног до головы этот человек нас одел. Все просто так, да? Все просто так, купил на 500 тысяч нам формы. Очень сильно нас поддержал этот человек. Это человек с большим сердцем, если честно. Я очень сильно благодарен ему уже. Из какого-то ни отзыва я ни от кого не получил. Он много для нас сделал этот человек. Купил нам мячи. Купил нам полностью экипировку. Три формы нам купил этот человек. И парадную форму, и тренировочную форму. И дальнейшим, он сказал, будет еще помогать. Хочется сказать, что берите пример Сергея. Спасибо тебе большое, Сергей, что ты вкладываешь, вложился в любительский футбол Дагестана. То, что они делают наши многие люди, у которых есть такие возможности. И, кстати, еще забыл я сказать, КДЛ-анализы тоже сделали. Очень приятный подарок. К анализу наш спонсор, КАМИ. Он тоже, как бы, я ему наврал, мы с ним поговорили. И дальнейшее. Это что, если можно поподробнее? Он денежно. Денежно помогает человеку. А как называется его организация? КДЛ-анализы. КДЛ-анализы. А чем они занимаются? Анализы сдают. Полные медицинские анализы. Да, да, да. Полную медицинскую анализы. Он тоже, как бы, сразу увидел, все поддержал. Очень приятно. Спасибо, Амелю отдельное. Больше, кроме этих людей, можно сказать, практически никто ничего не сделал. И, честно, еще один человек хочет остаться незамеченным. Он попросил мне не говорить никому. Он говорил, одна команда, буду выделять постоянно месяц-десять тысяч. Ну, он хочет, чтобы об этом никто не знает. И, чтобы я не оглашал это. И остальные люди есть, которые скидывали на карту. Кто-то пять тысяч, кто-то три тысячи. Вот так скидывали от себя, чтобы для развития футбола. Я не ожидал, что вот так, честно говоря, люди отзовутся. Но наша, вот именно дагестанская, никто, ни один человек пока ничего не сделал. Только вот, кДЛ-анализы, и с Россией человек Сергей. И все. Ну, я думаю, то, что связано с Дагестаном, я думаю, все-таки, я надеюсь, и думаю, то, что все еще перейдишь, Амель. Почему? Потому что, я считаю, да, огромный вклад ты внес в том плане, то, что узнали, да. Это, в первую очередь, касается, наверное, руководства твоего родного города. О том, что узнали, что есть такой город Кизляр. Почему? Потому что ваша команда, она носит имя твоего родного города, да. Поэтому не должны здесь, как бы, люди оставаться в стороне. Почему? Потому что, я считаю, мое мнение, да, это благое дело, то, что вы занимаетесь футболом. И это нужно развивать. Это дело должно процветать. И еще хочу сказать, брат, всем, кто есть, у кого возможность помогать, помогайте, развивайте футбол. Все спорты не имеют значения. Не только футбол, также и баскетбол, волейбол, хоккей, любой спорт. Наша молодежь росла без вредных привычек. Чтобы занимались все спортом, я хочу, я думаю, никто не объеднеет, если какой-то вклад будет делать разные команды. Например, также и наша кизлярская команда. Много есть таких команд, которые нуждаются в помощи. Поэтому, если я хочу обратиться именно этим людям богатым, вкладывайте их в спорт. Если есть возможность, вкладывайте в спорт, чтобы наша молодежь росла здоровыми и сильными. На самом деле, да, это каждодневные расходы. Поэтому без вложений, как бы, ничего не будет. Почему? Потому что уходят деньги и на дорогу, и на питание. На проживание. Вот сейчас я сам свидетель, да, пришел. Здесь огромная гостиница, огромные номера. Ребята не в одном номере все живут, да, комфортабельно, по разным номерам все. То есть, тут питание, все, 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 это все расходы. Поэтому я сам свидетель того, что вот сейчас я приехал к Шамилю в гости и вижу эту всю обстановку братскую, да. Без финансов, я думаю, это все невозможно, да. Какие изменения будут в команде? Будут ли эти изменения в команде? Вообще, какие у тебя планы по поводу МЖС Кизляра завтрашнего дня? Мы хотим больше тренироваться начать, потому что на нас сейчас, как бы, немного внимания больше стало. Нам надо побеждать сейчас, показать результаты обязательные. Больше надо заниматься, больше надо пахать. И команда в следующем году, я иншала, усилится. Мы станем еще сильнее. И у нас будет очень пара трансферов хорошего приобретения команды. Поэтому только пахать, брат. За одного хода не будет. Мы будем пахать, вылаживаться, чтобы наши зрители, наша вся поддержка, аудитория, что поддерживала нас, мы будем просто рвать на поле жизнь. Все силы просто рвать жизнь. Будем стараться все делать для нашей болезни. Еще один вопрос, Шамиль, который непосредственно связан с тобой. Наверное, все карты ты раскрывать нам не будешь. Но что дальше, Шамиль? Что дальше в плане твоего хайпа и в плане всей этой ситуации? Ты собираешься как-то дальше газовать, грубо говоря? Я думаю, все пойдет своим чередом. Я даже не думаю об этом. Если как бы пойдет, оно дальше пойдет. Нет, нет, жесть. Я об этом даже не думал. Я сам по себе такой скромный человек. А то, что Шамиль связан непосредственно с твоим, грубо говоря, заработком, с твоей работой, которую непосредственно ты вел до МЖС Казинар. Ты сейчас оставил эту деятельность или ты дальше занимаешься? Или ты об этом пока еще не думал? Она же у меня по сезону, брат. Она еще не началась просто. Она у меня начнется только 1 марта и до 10 мая. Потом все лето я опять отдыхаю и начинается сентября до декабря. Поэтому я об этом пока не думаю. Как она начнется, там у меня есть брат уже, который будет пока этим заниматься. Да, который будет помогать. Он никак бы без меня справится. Если у меня будет какой-то момент, мне надо будет уехать, что-то сделать в Москву, там какое-то приглашение, то я могу спокойно уехать. Он меня может заменить. А так пока в планах не было бросать уже. А так если пойдет в плане, ну, надо будет куда-то в плане в единости, куда-то ездить, что-то делать, там есть мне замена. Были ли приглашения остаться в Москве? Что-то такие вызовы были бы у тебя или нет? В Москве остаться не было. Ну, приглашение было. Меня Собчак сейчас пригласил на Comedy Club, как в качестве зрителя. Там футболист один пригласил к себе в гости. Если вот, к примеру, в дальнейшем поступит такое предложение, оставишь ли ты свою любимую команду, родную и переедешь в другой город? Нет, команду я никогда не оставлю ни за какие деньги. Вообще никогда. Что бы мне ими предложили, я могу ездить, чем-то как-то, если быть полезным, прилететь в Москву, что-то сделать, с этим проблем нет. Но оставить свою команду никогда, потому что с этой командой я вырос, с этой командой я шел вперед. Это моя семья. Считаю, что если я брошу, считаю, что я бросил свою семью. Я так считаю. А с этой семьей я бросать не буду. И никогда в другую команду я тоже не перейду. Каким бы я полезным игроков ни был для другой команды, я буду играть только за МДС Кизда, потому что это моя семья. Хорошо, ладно. Берите пример, братья. Что пожелаешь подписчикам моей страницы Шабель? Пожелаю. Побольше, что подписываю. Побольше, что подписываю, обязательно. Нравится тебе вообще занятие, то, чем я занимаюсь? Конечно, нравится. Ты очень сильно развиваешь нас в футбол. Да. И побольше подписываю, если братья на него уже есть. Это очень полезный блогер. Более полезный блогер, скажем так. Баракова Шамиль, с нами был Кизлярский Шамиль. Будем ему желать в дальнейшем еще более популярного и известного взрывного хайпа. Сегодня смотрим.